В 1089 году на грузинский престол взошел 16-летний юноша Давид Четвертый. Давид Четвертый, который в истории известен как Давид Строитель. Строитель по грузински Агмашенебели. Строитель не до конца передает все то, что успел за 36 лет своего правления Давид Четвертый. Он оставил своему сыну Деметре Первому и его наследникам единую Грузию, монархию, которая была одной из сильнейших государств не только на Ближнем Востоке и на Кавказе, но и во всем христианском мире. Способствовали этому многие реформы, которые провел Давид Четвертый, и одним из главных реформ была военная реформа. И вот одним из главных моментов военной реформы было переселение кипчаков в Грузию. Почему? Как пишет историк Давида Четвертого, который был его соратником и хорошо знал царя, он говорит, что Давид хотел, чтобы его войско было разделено на три части. Первая – это та, которая всегда воюет. Другая – это которая защищает города, то есть гарнизоны городов и крепостей. И третья – это та часть, которая будет всегда с царем. Можно так сказать, его личная гвардия. Населения Грузии не хватало для того, чтобы создать вот такое войско. И вот тогда царь подумал, кого переселить в Грузию, чтобы усилить свое войско. И его выбор полно кипчаков. А грузинские кипчаки – это те, которые упоминаются в старославянских летописях, как половцы. Почему именно кипчаки и никто иной другой? Историк объясняет это. Первое – кипчаки были хорошими воинами. Да, легкая кипчакская павалерия была очень нужна грузинскому войску. Другое – кипчаки были очень многочисленными. И третье – царь надеялся, что сможет их легко подчинить себе. Это были причины, по которым хотели переселить кипчаков. Но было это трудно. Нужно было провести переговоры, нужно было согласие кипчаков. Как шли эти переговоры – это нам неизвестно. Об этом не пишут ни грузинские, ни старославянские летописи. В грузинских исторических летописях нет и точной даты, когда произошло переселение кипчаков. Но учитывая созданное тогда положение, учитывая все, что находится, та информация, которая находится в старославянских летописях или грузинских летописях, можно говорить, что это произошло в 1118 году. И очень интересна еще одна вещь. У царя Давида была вторая. Он был женат два раза. Первая его жена была армянка, о ней мы много не знаем. А вот вторая жена царя Давида была Курандухт, так называют ее грузинские летописи. Она была кипчака. Она была дочерью Атрака Шараганидзе и царь женился на ней. Вероятнее всего это была свадьба, причина которой была политическая. То есть, женившись на дочери вождя кипчаков, царь имел в виду, что это даст ему возможность переселить кипчаков, и этот вопрос будет решаться более легко. И династический брак будет еще причиной того, что кипчаки будут его верными войсками. Произошло это после того, как кипчаки переселились в Грузию, или произошло это до того, это неизвестно. Но вероятнее всего сначала была свадьба, сначала царь соединился с династическим браком с кипчаками, и вот уже потом произошло и переселение. Тут был еще один вопрос. У кипчаков были очень сложные отношения с аланами, по земле которых проходила дорога, по которой кипчаки должны были переселиться в Грузию. Для этого царь вместе со своими вилможами перешел на Северный Кавказ, в страну аланов, провел там переговоры, и аланы согласились пропустить кипчаков, которые шли в Грузию. Сколько было кипчаков? Это неизвестно. Грузинский историк пишет, что кипчакское войско было 40 тысяч человек. В свое время известный грузинский историк, основоположник грузинской исторической школы Ивана Джавахишвили думал, что было 40 тысяч семей кипчаков. Почему? Каждая семья давала одного воина. 40 тысяч воинов — это 40 тысяч семей. Учитывая то, что в семье могло быть в среднем 5-6 человек, тогда выходит, что это было где-то 200-250 тысяч человек. Это очень большая цифра к тому времени, и сейчас со временем грузинские ученые сомневаются, было ли столько кипчаков. И говорится уже не о 40 тысяч семей, а где-то 15-18 тысяч семей — это где-то 70-75 тысяч человек. Но войско выходило, наверное, 40 тысяч. Нигде не написано, что была такая обязанность. Из одной семьи должен был выходить только один войн. Нет. Основной задачей кипчаков была война. Это значит, что все мужчины-кипчаки, которые могли носить оружие, в принципе, могли стать воинами. Это говорит о том, что из одной семьи могло выйти не один, а могло выйти два-три воина. Поэтому численность войска было 40 тысяч, это автоматически не означает того, что было 40 тысяч семей. Где их расселил Давид Четвертый? К сожалению, об этом тоже ничего не упоминается в летописях, и мы можем только догадываться, где это могло быть. Это могло быть на южных границах Грузии. Во-первых, потому что там есть равнина, там нет горных массивов, и для кипчаков главное было, чтобы была равнина. Это первое. Второе. В южных провинциях Грузии было мало населения, потому что эти провинции подвергались нашествию селчуков, и местное население просто оставляло там эту землю, и они уходили где-то в другое место. И, наверное, где-то на южных границах Грузии расселил царь кипчаков. Расселил он их компактно или разделил по провинциям – это тоже нам неизвестно, и об этом трудно судить. Когда мы говорим, что неизвестно, где царь их расселил, есть такой очень интересный факт. В Западной Грузии обнаружен могильник, в котором похоронен кипчак. И не рядовой. Наверное, представитель кипчакской аристократии. Исходя из этого факта, часть грузинских историков говорит, что кипчак могли расселиться в Западной Грузии. Ну, понимаете, в чем дело? Релеф Западной Грузии не совсем подходящий для того, чтобы там расселить кипчаков. Наверное, это единичный факт. Скорее всего, этот кипчак женился на одной из грузинских феодалов, вернее, на дочери одного из грузинских феодалов, который был в Западной Грузии, и он перешел жить в Западную Грузию. Во всяком случае, этот факт нам дает повод говорить, что кипчаки роднились с грузинами, и их часть, в принципе, потом расселилась и по другим частям Грузии, и часть из них стала уже грузинами. Но главное, что в 1118 году кипчаки переселились в Грузию, и они стали воинами грузинского войска. В 1221 году произошла известная битва, это Дитгорская битва, в которой грузинские войска разбили коалиционные войска сельджуков. Сельджуков было где-то 100-120 тысяч, грузинское войско насчитывало 55 тысяч человек, из них 15 тысяч были кипчаками, и они тоже приняли участие в этой битве, которая победоносно завершилась, грузины разгромили сельджугское войско, и это является одной из самых известных и больших побед грузинского войска. В 1125 году Давид IV скончался. И тут возникает вопрос, что стало с кипчагами? Остались они в Грузии, покинули они Грузию? В грузинских летописях об этом ничего не говорится. Но интересно, что в старославянских летописях сохранились информации об этом, там есть такая информация, что Отраку написал письмо его брат, который жил на территории, которая называется Дейст Кипчаг, то есть кипчагское поле. И он напомнил своему брату, Отраку по-грузински, Отраку Шараганидзе, что его родина – это степь, и что его там ждут, и неужели ему не хочется вернуться обратно. И, почитав это письмо, Отраку Шараганидзе принял решение вернуться к себе в степь. Но тут есть еще один интересный момент. В 1130 году против царя Деметра I восстал его брат Вахтанг. Вахтангу было тогда 12 лет. Его мать была именно Гурандухт, то есть дочь Отраку Шараганидзе. Деметра был сыном Давида IV от первой жены. И он был наследником, и, конечно, после смерти отца он вошел на престол. А вот через пять лет после его восшествия на престол младший брат Вахтанг восстал против него. Ну, ему было 12 лет. Очевидно, он сам не мог ничего делать. Его использовали. Кто мог его использовать? Конечно, грузинские феодалии. Вернее, часть грузинских феодалов. И, наверное, их поддержали кипчаки. Почему? Потому что кипчакам было бы удобнее, если бы на престоле сидел Вахтанг II, который был по матери кипчагам, нежели Деметре I. Но Деметре I сохранил трон. Восстание было подавлено. Что стало с Вахтангом, нам не известно. И, наверное, мы можем предполагать, что после этого кипчаги уже начали покидать Грузию. Оставаться им тут было уже трудно. Они выступили против царя. Политическая ситуация изменилась против них. К тому же от рака-организмы получили письмо от брата. Все это вместе давало повод им, чтобы они вернулись обратно. И, наверное, большая часть скипчагов вернулась к себе в степь. Но кое-кто остался. Например, известна очень такая история. В 1178 году в Грузии произошло еще одно восстание. Против внука Давида IV Георгия III, который был сыном упомянутого мною Деметра I, восстал его племянник. Георгий III сохранил трон. И он провел большие реформы. Изменил двор. Назначил новых вельмож. И среди них был человек, который известен под именем Хубасари. Он стал амирспасаларом и мандатур тухуцесом. Что это значит? Это значит, что этот человек в одно и то же время был военным министром и министром внутренних дел. Ну, если вот современную нуменклатуру говорить. И вот насчет этого Хубасара грузинский летописец пишет, что он был по происхождению кивчаг. По-грузински это говорится так, на кивчагаре. То есть он был кивчагом, но сейчас он уже не кивчаг, он уже грузин. Вернее, он был огрузиновшийся кивчаг. И он получил вот такую большую должность. Фактически после царя он был одним из самых главных вельмож того времени. Он был очень верным соратником Георгия Третьего и сохранил свою должность еще шесть лет. И вот этот Хубасар, он был бывшим кивчагом, как пишет грузинская летопись. Это наводит на мысль на то, что часть кивчагов осталась в Грузии. И их наследником был Хубасар. Но большая часть, как я уже говорил, покинула Грузию и перешла к себе все. Но интересно еще. В начале 13-го века грузинский летописец упоминает такое слово «Новые кивчаги». По-грузински это звучит «ахали кивчагами». Вот кто такие новые кивчаги? Новые кивчаги – это, наверное, часть кивчагского войска, которое грузины наняли. Их уже не переселили, наверное, их просто наняли как наемное войско. И, наверное, они несколько лет были в Грузии, за это они получали какое-то денежное вознаграждение. И в отличие от тех кивчагов, которых переселил Давид IV, грузинский летописец их называет «Новые кивчаги». Сколько лет они тут были или пришли только для одной битвы – это нам неизвестно. Но сам факт того, что были новые кивчаги, уже сам собой очень интересен. Вот в основном эта информация, которая есть в грузинских источниках, и те фрагменты грузинской истории, в которых участвуют кивчаги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok